Полноводные озера образуются из маленьких родников, также и с добрыми делами. Программа «Я опекун» благотворительного фонда «Инсан» продолжает реализовывать мечты своих подопечных. На средства попечителей и жертвователей фонда «Вдова с тремя детьми» обзавелась новым и комфортным жильем. Тему продолжит Курбан Рагимов. Вагон на окраине Ленинкента. В этом помещении 4 года ютилась семья, состоящая из 12 человек. Руки от Магомедова и ее трое детей лишились кормильца, а затем переехали из села в город, где их приютила мать женщины. Тут же вместе с ними проживала еще и многодетная семья сестры. Женщина обратилась в фонд «Инсан», и вот спустя полтора года семья уже заселилась в свой просторный светлый дом, общая площадь которого около 110 квадратных метров. Здесь три комнаты. Дети быстро распределили их между собой и занесли свои личные вещи. Как ты будешь обставлять эту комнату? Что будет, где находиться? Я вижу здесь игрушки твои. Вот здесь моя кровать будет. А еще что будет здесь? Здесь шкаф, купе. Тривизор? Да. Еще до потери главы семьи Магомедовы приобрели участок в центре поселка. С помощью родственников и за счет соцспособия здесь заложили фундамент. На всю остальную работу денег уже не было, и стройка так бы и осталась заморожена на годы. На этом этапе к делу и подключился благотворительный фонд «Инсан». В течение года мы провели строительные работы Магомеда Рукиад. Мы возвели строение и поставили крышу, окна и прочее. И внутреннюю работу произвели. Внутреннюю работу мы порядка 80% делаем. Ну, обои наклеим, там шпаклевки. Ламинат. Да, ламинат и все. Остальное в это санузел сделали. Полноводные озера образуются из маленьких родников. Так и средства на строительство этого дома были собраны по программе «Я опекун», в рамках которой помощь оказывается вдовам и детям-сиротам. Всего на работу ушло чуть больше 820 тысяч рублей. Программа «Я опекун» реализуется посредством ежемесячных перечислений опекунов. Опекун – это человек сам, единоличный, или же совместно с каким-то коллективом, принимает для себя решение каждый месяц оказывать финансовую помощь в поддержку детей-сирот. Это разные суммы? Это разные суммы. От трех, три тысячи, пять тысяч, кто-то десять тысяч и более. Но они бывают стабильные, да, постоянные. О таком доме в семье Магомедовых могли только мечтать. Теперь вопрос удобства и комфортных квадратных метров для них решен надолго. Впереди лишь приятные хлопоты об устройстве жилья и знакомства с соседями. Спасибо фонду «Инсам» и работникам, и опекунам помогали мне сделать эту работу, построили мой дом. Спасибо вам всем. До конца этого года фонд «Инсам» подарит жилье еще десяти нуждающимся семьям. Но подобных драматических историй по всей республике немало, и на помощь фонда рассчитывают многие. А значит, впереди новые сборы и организационная работа, чтобы дарить радость тем, кто уже отчаялся ее увидеть. Помочь может каждый, ведь даже самое скромное личное участие в благотворительных программах фонда «Инсам» многим может дать надежду на счастливый финал.